здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу поговорить о рынке акций что там происходит смотрите давайте посмотрим на как всегда индекс s&p 500 тут происходит нечто странное и на самом деле многие в растерянности что же делать акции начали расти не пора ли их покупать у меня многие спрашивают потому что мы можем упустить тот момент когда акции начнут расти стремительно вверх и естественно все хотят чтобы они росли вверх поэтому вот не пора ли начать брать акции смотрите какая ситуация происходит вот смотрим на индекс s&p 500 вот где-то в начале января начала падать нефть ближе к середине но ближе к концу января начали падать и индексы то есть акции начали падать почему ну потому что стало понятно что коронавирус вот который остановил практически весь китай на он же не остановится он пойдет дальше китайцев много и они перенесут то есть это неизбежно этот коронавирус возникнет других точках и на этих ожиданиях началось все падать вот но как бы вот вроде как нащупали вот . посмотрите вот он вот уровень сопротивления и от этого уровня сопротивления но все говорят ну ладно сказать но упал это коррекция небольшая он отскочил но потом стало понятно что вирус это повлечет за собой остановку многого всего чего и все начало падать дальше то есть смотрите вот здесь вот это было просто ну как бы вот до сих пор это была коррекция дальше продолжение падения почему потому что ну и логично ожидалось что акции которые вот здесь вот были переоценены собственно говоря в конце прошлого года но сначала они скорректировались а потом стало понятно что прибыли то нет и скорее всего ее не будет то есть скорее всего будут убытки они прибыль и акции должны упасть и они начали падать и они начали падать вот начиная с марта месяца весь март да тут еще нефть на россия решила в общем-то не согласиться на сделку опек плюс и отказалась от этого дела я так полагаю что совместно с саудовской аравией потому что нужно чтобы вытеснить еще и американские компании с рынка нефти то есть все пошло дальше валится и центробанки все начинают что делать они начинают сначала объявлять что они начнут там куе начнут печатать деньги не обеспеченные начнут выкупать вот эти долги как-то это вот в конце марта более-менее начало срабатывать и потом уже стали выделять какие-то бешеные триллионы долларов на поддержку на рынка но как можно поддержать рынок если все компании закрыты куча компаний терпит убытки самолеты не летают на поезда не ездят машины не не ездят потребность в бензине упала ну то есть как бы перевозки товаров тоже упали соответственно но как можно люди сидят по домам ну да американцы говорят надо напечатать деньги и раздать ли чтоб люди их тратили как они могут тратить если они сидят по домам и вот в начале марта где-то европа вся ушла на карантин россия тоже вот в конце марта ушла на карантин на карантин в америке коронавирус тоже в общем-то вызывает остановку многих производств что такое производство и что такое акции смотрите вот акции начали расти почему и во первых ну я в недоумении и не только я многие другие то есть не пора ли их брать смотрите да американцы напечатали кучу денег да они вывали были вывалили эти кучи денег триллионы значит раздали кому ну банкам там и прочим 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 на и в том числе поддержание фондового рынка что происходит ну например в других странах другие страны тоже аналогично на роняют свои ставки ну там центробанки ставки учетные до нуля снижают для чего обесценивают свою валюту для того чтобы завалить рынки деньгами но куда деваются эти деньги вот в чем вопрос люди сидят дома и эти деньги идут почему-то на фондовый рынок потому что ну вроде как фондовый рынок должен расти а куда их еще вкладывать на западе их просто некуда больше вкладывать кроме как на фондовый рынок кроме как в акции это ну просто заложено буквально уже в подсознании у людей потому что именно акции растут но давайте посмотрим что такое акция акция это часть бизнеса то есть мы покупаем часть бизнеса часть компании и что мы получаем что такое компания компания такой вот механизм который вот там что-то крутится внутри и когда это крутится когда бизнес работает то он приносит прибыль и эта прибыль идет акционерам либо в качестве дивидендов либо в качестве роста курса акций и поэтому акции растут постоянно потому что компании приносят прибыль вот это вот ключевое компании для того чтобы акции приносили но доход для того чтобы это было выгодно компания должна приносить прибыль а теперь смотрите вот она вот эта компания в которой все крутится но компания не приносит прибыль она несет убытки понимаете я покупаю часть компании вот какой-то кусочек и этот кусочек вместо того чтобы додавать прибыль и выдавать деньги он их забирает поглощает то есть он несет убытки что должно быть с акциями компании бизнеса которые приносят убытки они должны падать а они растут но это самая большая проблема на самом деле и поэтому надо понять вот этот вот отскок как говорят это отскок мертвой кошки или все-таки это начало движения вверх на чем основывается движение вверх на самом деле когда начинается рост рост начинается когда появляется то есть весь фондовый рынок он работает на ожиданиях то есть если ожидание роста если ожидание восстановления или нет если вот вслед за этим ростом начнется рост производства производства рост экономики если компании начнут работать и начнут приносить прибыль то ну вроде как их стоимость должна вернуться если этого не произойдет то в общем-то вот вот этот рост будет ложным то есть грядет еще падение и вот тут вот получится что все очень плохо от чего возник этот рост ну смотрите еще раз триллионы долларов напечатаны и просто розданы сказать там согласно вот этой вот концепции общепринятой в мире просто раздать дешевые деньги всем кругом куда идут эти деньги эти деньги идут не на покупку товаров не на покупку чего на покупку просто акции на покупку фондового рынка от этого он растет просто это а деньги которые ничем не обеспечены вот в чем дело и просто вот напечатали деньги и это искусственный короче говоря роста, это искусственный подъем. Здесь надо быть очень-очень внимательным. И сейчас многие гадают, что же будет. То ли это будет вот... Ну, смотрите, что пишут американцы там, там какие-то вот, ну, рейтинговые агенции и так далее. Кто-то пишет, что это будет V-образный, значит, это самое поведение рынка. То есть, значок V, помните, да, как галочка? То есть, он упал вниз и так же резко пойдет вверх. Потом, значит, кто-то говорит, что все-таки он будет U-образный. Помните, буква U, да, U. Вот такая, да? То есть, она уже немножечко другая. То есть, там затяжное как бы нахождение внизу, и потом пойдет рост. А кто-то говорит, что будет вот так, раз и вот так. Вот. То есть, подъема не будет. Как оно будет на самом деле? Кто его знает? Поэтому на вопрос пора ли покупать акции, у меня нет готового ответа. Я бы все-таки советовал сейчас быть осторожным. Ну, многие просто держат деньги в кэше, и может быть, это правильно для того, чтобы потом на самом дне купить, когда это дно наступит. Потому что, да, а некоторые говорят, что вот такая вот будет, ну, как бы двойное дно. То есть, вот сейчас низ достиг, потом отскок, потом снова вниз, вниз, а потом вот второе дно будет, где оно будет, неизвестно, вот там на втором или на третьем дне надо ловить. Не на дне в день, а в смысле дно. Вот. Вот там надо ловить. Поэтому многие держат кэш просто для того, чтобы начать ловить. Ну, а мне кажется, что в этих условиях совсем неплохой вариант это покупка ноты в виде автокола, например. Что такое нота? Нота на корзину акций, например, там трех-четырех каких-то компаний. Сейчас очень активно предлагают это разные брокерские компании, и эти ноты, ну, смотрите, вот выбирается четыре компании. Если эти компании, акции этих компаний начали расти, и они выросли от того момента, ну, вот, на момент покупки ноты фиксируется цена всех четырех, там, пяти компаний, например, да, вот несколько компаний. И если эти компании начали расти все, то эта нота закрывается, и она приносит доходность. Но в чем кайф? Там доходность выплачивается регулярно, там, раз в квартал или раз в месяц. Как правило, раз в квартал, раз в три месяца выплачивается гарантированный, ну, как бы не гарантированный, выплачивается купон, заранее оговоренный, ну, скажем, 20 или 22% годовых. Согласитесь, это немало. И если все компании начали расти, то, вот он, период наблюдения щелк, наступил, все акции выросли, значит, все прекращается, выплачивается очередной купон, и возвращаются все деньги. То есть, ну, а это значит, что, если акции начали расти, то, в общем, сказать, вам уже нужны деньги, а не эта нота. А если акции не начали расти, или росли, ну, как бы не все, или там какая-то из них упала ниже определенного барьера, есть купонный барьер, ниже которого купон прекращается, прекращает выплачиваться, то, собственно говоря, то есть, если они не упали ниже купонного барьера, а купонный барьер, как правило, там 15, 20, 30, бывает 40% от начальной цены, понимаете? То есть, вот он, запас у вас прочности, вот если акции падают, то вы получаете доходность 20%, например, да? Если они упали ниже еще, вы временно не получаете, потом они начинают возвращаться, вы получаете купон 20% годовых, хотя относительно первоначальных условий, они еще ниже находятся, но вы получаете 20% годовых до тех пор, пока они не превысили вот эти первоначальные условия. Если превысили, то, значит, вы получаете очередные, ну там, купон из расчета 20% годовых, не в квартал, и, значит, совершенно закрывается, дальше вы можете покупать акции. То есть, у вас есть подушка безопасности в размере там купонного дохода, вот этого купонного барьера 15-20, там, до 40%, и такие, я неоднократно уже рассказывал про эти ноты от открытия брокер, то есть, там, ну, самые популярные, мне больше всего нравятся ноты номер 1, там, номер 2, номер 3, там, ежемесячные периоды наблюдения и 4 компании. ну, это здорово, я про них неоднократно рассказывал, там в районе 20% и купонный барьер 15%, то есть, они выдерживают вот такое. Вот, последняя нота, о которой я рассказывал, правда, она для квалифицированных инвесторов, там вообще суперские условия, там, Geared Put, ну, вы можете посмотреть это в моих видео предыдущих, ссылочка на плейлист к этим видео будет в конце, просто вы это увидите. И еще одно могу сказать, что есть брокер такой BKS, вот, больше всего выбор по нотам именно от брокера BKS. BKS это крупнейший брокер и он дает, ну, по-моему, максимальный выбор вот этих нот. И я, наверное, расскажу о некоторых из них, но лучше все-таки просто узнать, подписаться, там, это ничего не стоит, на самом деле, ссылочку вы увидите у меня в описании, значит, по этой ссылочке перейдете, зарегистрируетесь там и, собственно говоря, вам придет на почту от BKS уже предложение о том, какие ноты есть, там, очень интересные предложения есть, но там, как правило, от 300 тысяч рублей, корзина на 5 компаний, но есть такие компании, например, как Boeing, которые упал вообще ниже некуда, и сейчас, ну, просто Трамп спасает эту компанию, буквально, просто целенаправленно дает туда бешеные деньги, он уже подпрыгнул, на самом деле, Boeing, мне многие спрашивают, не пора ли брать Boeing, ну, может быть, стоит взять ноту, в состав которой входит Boeing, там, кроме Boeing входит и Apple, и Microsoft, и прочие, ну, гигантские компании из американского сектора, то есть, как только Америка начнет расти, ваш структурный продукт, вот эта нота, она закроется, если они не начнут расти, то, значит, он будет приносить стабильный доход, вот, такие всякие варианты есть, на самом деле, и, ну, мне кажется, вот ноты, это сейчас вполне себе хорошая альтернатива, ну, я лично на срочном рынке, я отыгрываю падение, вы видели, что на этом падении я здорово заработал, сейчас уже непонятно, неизвестно, как предвидеть рынок, наверное, ноту все-таки будет, ну, во-первых, лучший продукт, а во-вторых, то есть, у них есть запас прочности, и там не надо ни о чем думать, просто взял, купил ноту, и все, и ждешь, ну вот, а здесь опционные стратегии, их надо двигать, их надо предугадывать все-таки движение рынка, хотя не так прямо вот четко и ежечасно, но, тем не менее, надо предусмотреть просто общее движение, общий характер рынка, он будет либо как-то колебаться в узком диапазоне, либо он начнет расти, либо он будет падать, на всем можно заработать, но это надо предугадать, если не получится, то, в общем, сказать, опционные стратегии принесут убытки, вот, а ноты в хорошем диапазоне, с хорошим запасом прочности дают прибыль, вот, и так, ну вот, такая ситуация, в общем-то, неопределенности, определенность появится, когда спадет вот эта вот ситуация с коронавирусом, когда, наконец-то, начнут сниматься ограничения, мы уже увидим, какой уровень безработицы, сколько компаний не пережило этот кризис, потому что банкротства будут, их будет немало, что будет на рынке нефти, договорятся или нет, буквально завтра, послезавтра, завтра, 9 число, намечается заседание ОПЕК+, но вроде как Соединенные Штаты, то есть, они не хотят сокращать добычу нефти, для того, чтобы стабилизировать цены, но с другой стороны, она сокращается, потому что компании просто начнут банкротиться, поэтому не знаю, что будет, неизвестно, что будет на самом деле, а с акциями более-менее просто, поэтому вот сейчас мы находимся опять в зоне турбулентности, куда пойдет, я не знаю, определиться либо на этой, либо на следующей неделе, все очень интересно, оставайтесь на моем канале, я буду держать вас в курсе событий, постараюсь, по крайней мере, ну, а на сегодня все, поставьте, пожалуйста, лайк, и до встречи, с вами был Демитков Юрий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,